МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник на улице Попередников. Почему Камарилья Януковича уже не под европейскими санкциями? Закон, что дышло. Почему депутаты перекроили регламент? Время чье для Кишиневского Майдана. Как отреагируют протестующие на игнорирование их ультиматума? Пронесет или нет? Угрожает ли украинцам смертельный вирус ЗИКа? Если вовремя не нашли голоса, будем искать время. По такому принципу решили действовать нардепы, изменив сегодня процедуру принятия изменений в Конституцию. Из закона убрали пункт о том, что вносить правки в Конституцию нужно на двух сессиях подряд. Слово подряд теперь вообще больше не актуально. А что осталось актуальным, Екатерина Лысенко нам расскажет. Тема изменений Конституции сегодня основная в парламенте. Ту часть, которая касается децентрализации и пункта об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях, в первом чтении проголосовали на предыдущей сессии. Сегодня, по сути, дедлайн, когда за изменения можно проголосовать в целом, поскольку заканчивается следующая по счету сессия. Но в Раде для этого нет 300 голосов. Чтобы не начинать процесс переписывания основного закона, Мордепы решили переписать закон о регламенте. Изменения в регламенте дают право поменять основной закон не обязательно на следующие по счету сессии. Часть коалиции не годований. Мол, если 300 голосов на Конституцию сейчас нет, весь процесс следует начинать заново. Не можно изменять то, что изменять не можно. Тому фракция объединения самопомощи закликает парламент зупинитися и зберегти Конституцию. Наша позиция в том, чтобы продолжить дискуссию над этим вопросом, визначитись подальшими действиями стосовно всех положений Конституции по децентрализации, не зупиняючи и не провалюючи цей процесс. Поддерживает спикера другая часть коалиции и оппозиция. Это был свой родный тактичный крок, который дает возможность для президента, для украинской дипломатии, вести очень сложные переговоры на геополитическом уровне. Очень непроста ситуация в стране. Перенес этого расследования важливый и должна иметь возможность Верховная Рада, для того, чтобы принять соответствующие изменения и выйти на выполнение Минских угодов. Сегодня голосов нет и нужно еще проводить работу, для того, чтобы люди зрозумели, что это Минские угоды, как вся международная спільнота считает, единый шлях для остаточного завершения конфликта в стране. Несмотря на долгие обсуждения, регламент меняют с первой попытки, а президент Порошенко в рекордно быстрые сроки подписывает закон. Далее, по плану нардепов, не менее острая дискуссия по поводу других правок в Конституцию, касающихся правосудия. Эти правки нужно отправить в Конституционный суд на экспертизу. Правда, накануне документ дополнили, дали право парламенту увольнять генпрокурора. До полноважения Верховной Рады Украины належит не только надание сгоды на призначение на посаду и освобождение с посады президентом Украины генерального прокурора, а и высловление недоверия генеральному прокурору, что имеет наступление его отставки с посады. Основные же изменения касаются судебной системы. К примеру, предлагают, чтобы судей назначал не парламент, как сейчас, а Высший Совет правосудия. Ступень опору коррупции и беспредела в судах выявился больше, чем мы себе выявляли. Нам нужно изменять не просто закон, а Конституцию. Нам нужно оставить там честных судей, а также набрать новых юридично грамотных и морально ответственных людей. Мы уверены, что 9 тысяч новых судей мы найдем в Украине. Патриотов, которые будут голосовать по совести, по чести, по закону. Но как судей увольнять? По какому принципу? Непонятно. Процедуру обещают урегулировать дополнительными законами. 8 тысяч судей будут каким-то образом на термине, который вводится новый, доброчестность вводиться. И все 8 тысяч судей попадают непосредственно под какую-то люстрацию, кто-то будет их непосредственно добирать. Это никуда не годится. В итоге, с нескольких попыток, правки в Конституцию все же проголосовали и отправили в Конституционный суд. А внимание парламента тем временем рассеялось. На следующие законопроекты голоса уже едва находили. А в кулуарах по-прежнему обсуждали предстоящий отчет Кабмина. Наконец известно, когда придет правительство. Процедура будет такая, что с початку министры відзвитуются в профильных комитетах. Что до звиту и физически каждый министр відзвитуются в своем профильном комитете. И потом 16 числа уже премьер-министр с трибуны сделает финальный звит в зале Верховной Рады. После звита, згодно с регламентом, есть возможность голосовать за довіру или недовіру уряду. Пришло время прекратить практику, когда министры, и премьеры, и премьеры грабуют страну на миллиарды, и с этими миллиардами идут на пенсию. Каждый должен ответить за каждую вкраденную копейку. Я зарегистрировал такой проект по створению темчасовой специальной комиссии, сделать соответствующие выяснения о повноты и качестве выполнения коалиційной угоди, выполнения программы уряду. Если за постановления и будут голосовать, то уже на следующей сессии, поскольку на текущей остался один день завтрашний, а по пятницам, как правило, избранники игнорируют работу в сессионном зале. Но почему депутаты подарили Кабмину еще две недели работы? Ведь еще вчера грозились камня на камне от него не оставить и уволить всех. Что это, отступная или затишье перед зачисткой? Мы спросили у политологов. Я думаю, что к какому-то окончательному решению прийти не удалось, но тут важны интересы сторон. Думаю, что президент не будет форсировать сейчас отставку Яценюка, хотя не исключена достаточно серьезная коррекция некосметическая кабинета министров. Новые министры могут быть, правительство уйдет в отставку. Новый премьер не будет избран, потому что сегодня ни у кого нет голосов в парламенте. Ни у Гройсмана, ни у Турчинова, ни у Яреска, кого там еще можно называть, парламент их просто не изберет. Не исключаю, что в Арсении Яценюк будет ИО премьера. Кабмин будет работать в статусе ИО. Так, в течение первого полугодия. А вот к сентябрю там уже как бы проблема разрешится. Премьер-министр очень боится досрочных выборов. Слухи ходят, и очевидно, он не может игнорировать эту ситуацию. И сегодня досрочные парламентские выборы находятся целиком в руках самого Яценюка. От его позиции, от того, каким образом он будет работать дальше, от конструктива, от системных изменений в правительстве. Ну, очевидно, что определенные договоренности были результативными, потому что сегодня мы видели в парламенте результативное голосование, в том числе по направлению в Конституционный суд. На сегодня и пока что залишается Яценюк. Он точно будет, напевно, что до весны. Но при этом, до наступного тижня будут перемованы щодо посады окременных министров. Найбільш интересными, конечно, будут баталии на около трех посад. Это министр внутренних справ, это первый вице-премьер, и это вице-премьер с европейской интеграцией, который, возможно, у нас появится. Так по весне или раньше будем считать новых министров? Чем закончится бунт трех в коалиции? Новым правительством или перевыборами? Дойдут ли у депутатов руки до изменений в бюджет? Ведь все они говорят, что переписывать его нужно и очень срочно. Но вот делать этого пока не спешат. Обо всем поговорим завтра с гостями и экспертами «Черного зеркала». Самое популярное политическое ток-шоу страны возвращается после праздничного перерыва. Не пропустите, в пятницу ровно в 21.00. Ситуация на валютном рынке сейчас более-менее стабильна. Так считает Валерия Гонтарева. Глава Нацбанка также сегодня сказала, что колебания курса валюты – это следствие дисбаланса в предложении и спросе, связанного с длительными новогодними праздниками. Валютный курс на сегодня, вот сейчас, находится на уровне 25,2 гривен за доллары. Это уже третий день поспиль. Национальный банк не выходит с интервенциями на межбанковский рынок. Рынок сам находит баланс между попытками и пропозициями на уровне 24,80-25,20. Но правда, по такому курсу, как сама говорит глава НБУ, купить доллар в банках вряд ли получится. Сейчас его реальная минимальная стоимость – 26,5 гривен. В Украине растет количество жертв калифорнийского или свиного гриппа. Два дня назад в Минздраве объявили эпидемию и заявили о 83 умерших. Сегодня чиновники уже называют другие данные – 129 человек. Дальше больше. По словам главного санитарного врача Киева Олега Рубана, в феврале в Украину придет вторая волна гриппа. На этот раз будет вирус типа H3N2. Он сейчас гуляет по Европе. Ну а в конце зимы медики ожидают сезонный грипп типа А и Б. По данным Минздрава, всего с сентября прошлого года гриппом и ОРВИ переболели больше трех миллионов украинцев. Ну а вот Европа трепещет перед новым вирусным врагом. Смертельный штамм ЗИКа. Напасть Южной Америки уже появилась в Старом Свете. Болеют в основном туристы, которые вернулись из теплых стран. Не грозит ли украинцам новая хворь? И что нужно знать, чтобы от нее уберечься, выясняла Елена Митясова. Комарийный террор в Латинской Америке. Нашествие насекомых. И через укусы они заражают людей вирусом ЗИКа. В аэропорту Борисполь мы попытались разыскать туристов, летящих в Латинскую Америку. Но встретить таких нам сегодня не удалось. Да и о самой опасности заражения многие узнали только от нас. Я не боюсь. Мой организм достаточно сильный, поэтому я не боюсь. Не боюсь абсолютно. Мы принимаем витамины, мы защищаемся, иммунитет свой защищаем. Если я поеду в Бразилию, то позабочусь об этом и буду осторожным. Не буду ходить в джунгли, это же опасно. Мы поинтересуемся, что нужно сделать, конечно. А вообще так не в курсе дела. Затишье и в турагентствах о клиентах здесь сейчас только мечтают. Люди летают мало и редко, говорят операторы. Да и то преимущественно в страны Европы, где подешевле. Латинская Америка многим не по карману. Поэтому риск заразиться украинцу от укуса комара рода Эдес практически равен нулю. Большим препятствием на сегодняшний день для основной массы населения является экономическая ситуация в стране и те доходы, которые есть у людей. Мы как люди заинтересованы в том, чтобы наши туристы были здоровы, чтобы получали удовольствие от своего отдыха. Безусловно, делаем определенные предостережения, если люди выезжают в страны, в которых есть какая-то эпидемия, опасность. В 20 странах вирус ЗИКа вызвал переполох, но болезнь на самом деле не так страшна, как ее пугают, говорят столичные санэпидемстанцы. Головную боль, повышенную температуру, сыпь, ноги переносят на ногах. Это вирусное похожество инфекции, она очень легко проходит, очень маленькая количество летальных случаев, маленькая количество ускладений. Данная хороба может перенести, фактически, не возвращаясь к лекарям. Исключение беременной женщины. Они в зоне риска. Вирус, если срок до 16 недель вызывает у плода микроцефалию, что приводит к умственной отсталости у ребенка. Поэтому женщинам в интересном положении летать в страны Латинской Америки в украинском МИДе не советуют. Всем остальным туристам в ведомстве рекомендуют придерживаться простых правил. Пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и использовать москитные сетки. Елена Митясова, Павлина Василенко, Алексей Шматов и Валентин Белич. Подробности в телеканал Интер. Опасность зики не преувеличена. Всего вируса могут заразиться от 3 до 4 миллионов человек. Это прогноз Всемирной организации здравоохранения. Эпидемия этой лихорадки уже зафиксирована более чем в 20 странах Центральной и Южной Америки. Продолжит Татьяна Лагунова. На этом микроснимке вирус ЗИКа. Тот самый, который грозит миру новой пандемией. Бразилия, Сальвадор, Колумбия и еще около 20 стран Центральной и Южной Америки уже борются с эпидемией. Первые случаи заболевания зафиксированы в Германии, Дании, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, Италии и Швеции. Передается вирус с укусом комара. Вакцины нет. Но самая страшная болезнь сложно распознать. Симптомы похожи на обычный грипп. Головная боль, жар, боли в суставах, иногда сыпь. У большинства инфицированных недомогание проходит через несколько дней. Но вирус ЗИКа очень опасен для беременных женщин. Медики предупреждают, он вызывает патологию плода. И ребенок может родиться с микроцефалией. Жительница Бразилии Хильда Венансио-Дасильва только сейчас узнала, почему ее сын родился с таким диагнозом. В больнице, где она лежала, зарегистрировали еще несколько десятков таких случаев. И никто не мог объяснить женщинам, что происходит. Для нас это был шок. Никто не мог объяснить, что с ребенком, что стало причиной микроцефалии. Мы хотели знать больше, но никто не мог дать такой информации. Только в одной Бразилии жертвами вируса ЗИКа стали более 4 тысяч новорожденных. Масштабы трагедии пугают, говорят ученые. Сначала мы думали, что это новый вирус или новая болезнь. Но я никогда не думала, что это приведет к такой трагедии, что столько детей пострадают. Лидеры Бразилии и Колумбии, эти страны пострадали от эпидемии больше всего, созывают региональный саммит, чтобы навстречу разработать общие методы борьбы с вирусом. В Колумбии вспышки заболевания зарегистрированы в 170 муниципалитетах. Инфицировано 14 тысяч человек. По нашим оценкам, эти цифры будут расти и как минимум 600 тысяч человек могут заразиться. Бьет тревогу и Всемирная организация здравоохранения. Сегодня ВОЗ объявила о создании экстренной группы, которая оценит масштабы распространения болезни. Пока же туристам советуют воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия. Особенно беременным женщинам. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Специалисты Красного Креста будут договариваться с боевиками, чтобы те пропустили представителей организации к пленным украинцам в неподконтрольных городах Донецкой и Луганской областей. За весь прошлый год члены гуманитарной организации смогли попасть лишь к четырем пленникам, так называемой ДНР. Также за год в Красный Крест пришло более 400 запросов о поиске без вести пропавших. Эксперты говорят, удалось найти 250 человек. И только за декабрь гуманитарную помощь, еду, воду, медикаменты получили более 75 тысяч жителей Востока по обе стороны условной границы. У нас есть группы, которые мы называем самыми уязвимыми. Это старые люди, это дети, это матери-одиночки, это больные люди, которые проживают по той и другой стороне линии фронта. Им очень сложно. И в медицинском плане стараемся помочь и продовольствием. На 2016 год у Красного Креста для Украины предусмотрен бюджет в размере 60 миллионов долларов или 64 миллионов швейцарских франков. Мы планируем восстановить около 11 больниц на Донбассе. Будем продолжать помогать людям восстанавливать их дома, предоставлять стройматериалы. Еще хотим сконцентрироваться на восстановлении важных инфраструктурных объектов – газовой трубы в Марьинке и разрушенной линии водоснабжения в Золотом. За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и даже не был ранен. Но тем не менее, счет провокаций боевиков идет на десятки. Особенно активны снайперы противника. Все подробности расскажет наш военкор Ярослав Кречко. В бинокль врага утром не разглядеть. После ночи традиционных обстрелов из пулеметов и гранатометов возле Авдеевки – затишье. Сегодня туман, то якость стабильна, пока молчат. А так обычно снайперы работают. В стене соседнего дома застряли свежие доказательства. Враг стреляет пулями калибра 12,7. В ясную погоду из укрытий военные стараются не высовываться. Неспокойными последние сутки были и в районе Светлодарской дуги. Несколько провокаций возле Майорска. Но украинские военные ответный огонь не открывали. Пулемет у нас постоянно на готове, но мы им сейчас не пользуемся, потому что минские домовленности. Пока враг соглашение нарушает, военные от помощи волонтеров не откажутся. Сегодня украинские разведчики получили снайперские костюмы, наблюдательную оптику и такие необходимые телогрейки. Зачастую приходится находиться в зимних условиях, на сильных морозах, в лёжках, в засадах, на занятиях. Поэтому подогрев и все эти варианты выживания, они востребованы. Вместе с разведчиками пополнили свои запасы и медики. Говорят, противовирусных препаратов хватает. А вот жгуты и кровоостанавливающие препараты – то, что лично просили у волонтеров. На сегодняшний день ситуация улучшилась, намного улучшилась. Но всё равно потребности есть, возникают. Особенно в медикаментах иностранного производства, те же самые кровоостанавливающие препараты. Стало в десятки раз тяжелее, потому что люди себя успокаивают мыслью, что есть какое-то перемирие. Опять же, наши ребята находятся на линии фронта, находятся на передовых позициях и в окопах, и в линдажах. И мы должны им помогать. И как подтверждение – очередные официальные сводки. 40 раз за последние сутки боевики обстреляли украинских военных. Ярослав Кричко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Набирает обороты скандал вокруг назначения бывшего комбата Полтавщины Ильи Кивы, руководителем нового департамента противодействия наркопреступности. Бывшие подчиненные Кивы, правозащитники и гражданские активисты обвиняют его в связях с криминалом. А многие ставят под сомнение молниеносный карьерный рост в МВД. В деталях скандального назначения разбиралась Оксана Григорьева. Гражданские активисты требуют от правоохранителей разобраться в скандальном назначении бывшего комбата Полтавщины Ильи Кивы, руководителем нового департамента по борьбе с наркопреступностью. Людина с брудной историей. Своего часа прилип до Юрия Юнаковского и до Софиулина. Будучи в Донецке заступником, он организовывал проводки тех или иных грузов, как туда, так и назад, не тормозил, а забезпечивал их. О прошлом и связях Кивы в Полтаве знают многие, говорит правозащитник. Ранее новоиспеченный глава наркоконтроля работал замом руководителя управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. В декабре 2013 года был осужден за крупную взятку. В органах МВД фамилия Кива впервые всплыла 5 сентября 2014 года. Личным приказом министра Авакова человеку с улицы сразу же дают звание лейтенанта. Уже рукой в подписанном документе кто-то исправил его на майор. Через три месяца суд неожиданно снимает с него судимость, а приказом министра Кива становится командиром батальона Полтавщина. Более сотни бойцов тогда написали рапорты об увольнении и отправились на пикет в Киев, отказываясь служить под командованием человека, ни дня не прослужившего в армии и к тому же с криминальным прошлым. Однако еще летом прошлого года в комментарии подробностям он заявил, виновным себя ни в чем не считает. Перед государством и перед обществом я чистый. Несмотря на протесты, уже вскоре Киеву назначают заместителем начальника милиции Донецкой области. Тогда же он пишет на фейсбуке скандальный пост, призывая расстреливать всех украинцев, которые выезжают и въезжают на оккупированные территории. Многие тогда обвиняли его в крышевании контрабанды, идущей из-под контрольных боевикам территории. Если кто-то повышает голос, кроме меня, я его пакую и увожу. Уже через полгода Киеву переводят в Херсонскую область, тоже замом начальника. Там активно участвуют якобы в блокировке потоков контрабанды в Крым. Многие водители тогда написали заявление в милицию, жалуясь на угрозы расправы со стороны Киевы и его бойцов. Такое поведение милиционера многие связывают с возможным наличием у него психического расстройства. В интернете еще летом прошлого года появилась якобы копия заключения медиков, давших ему вторую группу инвалидности из-за эпилепсии. Это же подтвердила и бывшая главврач Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы. Несмотря на это, сам Киева все эти факты отрицает. Как именно человек с криминальным прошлым и возможным расстройством психики смог занять столь высокую должность и чем вызван его столь стремительный карьерный рост, нарушение всех правил, вопросы уже не к министру внутренних дел, а к СБУ и прокуратуре. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Покращение життя подельников Януковича. Европейский суд принял решения, которых многих поразило. Неужели все-таки отменяются санкции против Азарова, его семьи и министров его правительства? Как такое стало возможным? И что могут на это ответить в Киеве? А на Каменева подробнее. Это решение Европейского суда в Люксембурге наделало сегодня много шума. В документе сказано, суд отменяет действия санкций против экс-чиновников времен Януковича Николая Азарова, его сына Алексея, Сергея Арбузова, Сергея Клюева и Эдуарда Ставицкого. Они подали иск против Совета Европы, который эти санкции и вводил, и выиграли. Суд установил, что, цитирую, должностные лица не могут попадать под санкции ЕС только потому, что в третьей стране начато предварительное расследование. Это решение еще может обжаловать ответчик Совет Европы. Мы не знаем, какую конкретную информацию Украина предоставила Совету ЕС, но мы знаем то, что содержится в решении ЕС, также и то, что данные, которые Совет ЕС получил от Генеральной прокуратуры Украины, не были достаточными для того, чтобы поддержать обвинения Совета против этих людей. Возможно, Совет получил недостаточной информации от украинских властей, или она была недостаточно точной для обоснования обвинений. И это стало причиной отмены решения Совета ЕС. Однако санкции против этих бывших чиновников все еще действуют, утверждают в Генпрокуратуре. Ведь суд отменил только первую волну ограничений, которая была введена с марта 2014 по марту 2015 года. Решение о действии санкций с 2015 по 2016 по 2016 не расследовалось и не скасовывалось. А поэтому на сегодняшний час оно является действием, действует и используется относительно этих экс-високопосадовцев. В Генеральной прокуратуре и протягом 2015 года надавалась информация детально относительно результатов расследования криминальных проведений, относительно этих экс-високопосадовцев с фактами криминальных правопорушений. Решение о второй волне санкций в 2015 году ЕС принимал, уже основываясь на доказательствах предоставленных ГПУ, утверждает Горбатюк. Поэтому ограничения так легко не отменить. Под санкциями в целом остаются 17 экс-чиновников времен Януковича. Правда, только у восьми из них нашли в Европе активы и заблокировали. У нас заблокированы деньги у Азарова, Миколы Яновича установлены у Арбузова, Иванющенко, Клименко, Клюева, Андрея и Сергея, Курченко и Януковича, Александра. Почему эти деньги не возвращены в Украину? Почему до сих пор нет ни одного решения суда по всем этим бывшим чиновникам? ГПУ кивают на Интерпол, который отказывается оглашать их в розыск. А без этого, мол, и начать процедуру заочного осуждения невозможно. В то же время эксперты по международному праву опасаются, что сегодняшнее решение Европейского суда может повлиять на дальнейшие подобные процессы. Тем более, что Азаров-старший, Арбузов и Клюев подали иски в тот же суд в Люксембурге на отмену уже и второй волны санкций. Европейский суд не является президентным судом, но тем не менее он враховывает практику. Поэтому можно предпустить, что при расследовании других позовов он будет враховывать те аргументы, которые надавались позывателями, он будет враховывать свои же решения, которые были приняты щойно. Объективным считает решение Европейского суда и лидер фракции БПП Юрий Луценко. По его словам, к этому привела деятельность правоохранительных органов. Вердикт суда хоть и не отменяет санкции, но может повлиять на политическое решение о продлении ограничений на следующий год. Поэтому генпрокуратура, по словам Горбатюка, отправляет в Брюссель для разъяснений и обоснования позиции. Зам генпрокурора Виталия Касько, чтобы тот участвовал в заседаниях соответствующих комиссий. Но сам Касько говорит, ехать никуда не собирается. Мол, Горбатюк ему не начальник, а о своей командировке услышал только сегодня на пресс-конференции. Впрочем, комиссии уже начали заседать, поэтому решение, продлевать или нет санкции, уже не за горами. Анна Каменева, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. В Киеве задержали на взятке майора столичного управления нацполиции. В операции участвовали сотрудники СБУ, прокуратуры и отдела внутренней безопасности полиции. На горячем взяли старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью. Он требовал от местного жителя 80 тысяч гривен. За эту сумму майор обещал помочь закрыть уголовное производство за незаконное хранение оружия. Взятки гладки с мошенников из Черкасс. Вот там восьмой год судят сектантов. И процессу ни конца, ни края. Как пастор так называемой церкви Духа Святого с подельниками грела руки на верующих? Кто затягивает процесс? И куда делись намоленные миллионы? Подробнее Станислав Кухарчук. Громкое дело церкви Духа Святого тянется уже восьмой год. Сколько за это время было заседаний, потерпевшие со счету сбились. После того, как суд вынес приговор Елене Хамуле и двоим ее подельникам, дело по третьему кругу возвращается в апелляционный суд. Пока экс-пастор борется за свободу, ее бывшие прихожане отдают долги. На Оксане висит 35 кредитов, взятых для церкви. До сих пор тянется. У людей уже все позабирали и продолжают забирать. Я расплатилась своей квартирой, в принципе, много долгов. Но проценты с каждым годом уже прошло 8-9, да, 9-й год уже. Поэтому, честно, миллионы, наверное. Вот так проходили богослужения в церкви Духа Святого. Там прихожане призывали брать кредиты на нужды храма и пастора. С тех пор у Елены Хамуле изменились лишь цвет волос и прическа. Да и в сторону бывших прихожан, которые брали для нее кредиты, она уже не смотрит. Суд первой инстанции дал Хамуле и ее помощникам под 12 лет тюрьмы. Но приговор до сих пор не вступил в силу. Его постоянно обжалуют адвокаты обвиняемых. Да и сами подсудимые не раскаиваются. Я не считаю, что это наша команда. Я даже не считаю, что это какое-то злочинное угруппование. Нет таких доказаний, которые бы показывали на то, что у меня какие-то миллионы. Миллионов при обысках следователи прокуратуры действительно не нашли. Официально подсудимые не владеют практически никаким имуществом. А столичного адвоката для них наняли родственники. Мы же выйдем из стадии и ведводим, в вашу честь. Это же вы провокируете. Такого затяжного процесса в Черкасах не было уже давно. Адвокат требует оправдать его подзащитных, гособвинитель ужесточить наказание. А сама Хамула и вовсе скоро может выйти на свободу. Все трое обвиняемых за годы следствия и судебных тяжелых находятся под стражей в Черкасском СИЗО. Согласно так называемому закону Савченко, который совсем недавно вступил в силу, год, проведенный в следственном изоляторе, считается за два года отбывания наказания. Потерпевшие уверены, процесс специально затягивают. К примеру, на сегодняшнем заседании неожиданно выяснилось. Бывшему пастору нужен переводчик с украинского. Это заседание так ничем и не закончилось. Весь день судьи зачитывали прошения обвиняемых и лишь завтра начнут рассмотрение дела по сути. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Переломный вечер в Кишиневе. Все ждут, что предпримут протестанты. Разойдутся по домам или пойдут на парламент. Узнаем последние новости из столицы Молдовы во второй части подробностей. Кроме того, узнаете еще много важного и интересного. Из Межигорского добра Чичваркин прикупил еще алкоголя из подвалов Януковича. Крепостной театр. Актеры Черновицкого-Кукольного взбунтовались против ночных гастролей. В Кишиневе истек срок ультиматума, который оппозиционеры выдвигали руководству страны. Это произошло буквально пару часов назад. Согласились ли власти на требования демонстрантов или же наоборот можно ожидать обострения ситуации? Сейчас узнаем от нашего корреспондента Андрея Анастасова. Он на месте событий. Андрей, какие настроения в центре Кишинева? Прошу. Добрый вечер, Леша. На митинге в центре Кишинева оппозиция выдвинула ультиматум властям в минувшее воскресенье. И вот сегодня ровно в пять вечера его срок истек. Демонстранты требовали проведения досрочных парламентских выборов не позднее апреля, а также распуска правительства. Кабинет был сформирован на прошлой неделе и, как считают протестующие, с грубейшими нарушениями регламента. Чудо, надо сказать, не произошло. Руководство Молдовы требования оппозиционеров полностью проигнорировало. Впрочем, новоиспеченный премьер Павел Филипп еще два дня назад заявил досрочным выборам не бывать. Дескать, они только усугубят нынешний кризис и ввергнут страну в хаос. Я попросил министров забыть о политических партиях и личных интересах. Так, чтобы граждане как можно быстрее поняли, это правительство работает для их благополучия. Теперь оппозиционеры, как и предупреждали, переходят к плану Б. А это новые акции протеста. Причем не просто митинги или марши, а более радикальные. Например, блокирование автомобильных трасс и железной дороги. И пусть только полиция попробует кого-то задержать, предупреждают лидеры-демонстрантов. Мы будем защищать, мы будем защищать протестующих. Мы не будем отступать только досрочные парламентские выборы. И пусть народ рассудит, кто должен быть в власти. МВД Молдовы, между тем, направило протестующим недвусмысленный месседж. Участникам штурма парламента, который был в минувшую среду, грозит 8 лет тюрьмы. Как будут развиваться события дальше, покажет завтрашний день. Утром оппозиционеры, а это, напомню сразу, и проевропейские, и пророссийские силы, собираются на совещание, чтобы обсудить стратегию. Оппозиционеры, кстати, заявили, что если выборы все-таки состоятся, и они пройдут в парламент, то готовы на год забыть разногласия и распри вокруг геополитического вектора страны. Леша, пока у меня это вся информация. Спасибо тебе за нее, коллега. Андрей Анастасов был с нами на связи из Кишинева. Полувольная. С 7 вечера до 8 утра домашний арест. А вот с 8 утра до 7 вечера свобода. Такой приговор сегодня вынес Печерский райсуд одному из подозреваемых в убийстве. Журналиста Олеся Бузины Андрею Медведько. Он находится под следствием уже больше полугода, хотя есть свидетели, которые заявляют о причастности к этому убийству других лиц. Их опознавали по фотографиям, составляли фоторобот, но сторона обвинения до сих пор игнорирует эти доказательства, утверждают адвокаты. И вот только сейчас впервые прокуратура сообщила, готова взять в работу и новую версию. Они заявили, что необходимо проверить версию убийства на заказ. Никто не сказал, о чем идет речь. Но я лишь делаю такой вывод из материалов, которые есть у нас, о том, что это точно не имеет отношения ни к Медведько, ни к Полищуку, потому что в них совершенно другая фабула подозрения. В Одессе рухнула колонна перед входом в школу. Здание находится на улице Гоголя в историческом центре города и является памятником архитектуры. Когда-то опор было четыре, теперь осталось только две. Первая обрушилась четыре года назад. Есть опасения, что балкон, под которым располагаются колонны, тоже может упасть. Причем прямо на головы людей. Вот как прокомментировала это директор школы. Это не угрожает учебному процессу, так как колонны являются декоративными. Есть заключение экспертизы архитектуры. Когда наши руководители страны говорят о том, как наполнены прекрасно бюджеты городов, то это лишнее подтверждение тому, что это далеко не так. Действительно, состояние фасадов и состояние старой Одессы фактически плачевное. И в этом плане ничего не делается. И без таких мер на уровне, я думаю, государства, потому что городской бюджет не в состоянии многие вещи вытянуть. Я думаю, что такая проблема стоит не только перед одесситами, а перед многими другими городами. Карманная труппа или как заработать на искусстве. В Черновцах актеры кукольного театра взбунтовались против своего руководства. Утверждают, их словно крепостных заставляют выступать на частных вечеринках. Что за карабас-барабас завелся в кукольном, выясняли мои коллеги. Иван Бутняк – главный режиссер кукольного театра. Современные герои, костюмы и даже пьесы в 3D-формате. Его постановки уже давно полюбила черновицкая публика. Но на днях режиссера предупредили. Актерам предстоит бесплатно отработать на частной вечеринке. Это диктаторское, просто ультимативно, в наказном порядке. Иван Иванович, вы смущены организовать такой заход. Была агрессия, были неприятные вещи, которые смущили меня еще и совершить самозахист. И это в театре. На зарплату в 2000 гривен прожить сложно. Поэтому театр часто организованно выезжает на гастроли, например, в сельские дома культуры или в школы. Это приносит артистам дополнительный заработок. Но вот так, в принудительном порядке, отрабатывать частную вечеринку в развлекательном центре трупы еще ни разу не отправляли. Артисты вызвали директора на собрание и пригласили туда же журналистов. Местный Карабас-Барабас, директор театра Орис Василашко оправдывается. Взял у заказчика полторы тысячи гривен, которые пойдут на ремонт театра. В областном управлении культуры тоже не видят ничего незаконного в том, чтобы артисты сами зарабатывали на ремонт театра. Мол, кризис в государстве, денег нет. Но артисты уверены, деньги пойдут не на ремонт театра, который находится в аварийном состоянии. Считают, таким образом директор в сговоре с чиновниками и просто хочет подзаработать на левых заказах. А почему бы нам не довезти до путя за, не сделать тепло? За какие деньги? Больше часа ссор и криков руководство театра непоколебимо. Под угрозой увольнения в это воскресенье актеры обязаны поехать на частную вечеринку. Режиссер труппы категорически против. И уже подготовил заявление об уходе. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Союз предпринимателей Польши выступил с предложением предоставить вид на жительство миллиону украинцев, которые работают в стране. По прогнозам демографов, к 2050 году население Польши сократится более чем на 4 миллиона человек. Самые подходящие кандидаты для страны, которая нуждается в трудовых мигрантах, это украинцы, считают в союзе польских предпринимателей. Но стоит напомнить, что правительство Польши в последнее время активно использует тему украинских мигрантов, чтобы аргументировать отказ принимать беженцев. Швеция выдворит 80 тысяч неугодных мигрантов, которые уже пересекли ее границу. Великобритания открывает двери для новых переселенцев. Но из Германии приезжие сами бегут, поскольку устроиться в самой благополучной стране ЕС не получилось. Оксана Кундеренко с последними сводками из Европы. Для Великобритании это и правда прорыв. Правозащитники надавили на правительство, и Дэвид Кэмерон таки согласился приютить в стране детей-мигрантов. Всего 3 тысячи человек, и только тех, кто уже находится в Европе, без пересмотра родителей. Одиноких подростков из лагеря Калле британский волонтер Лора Гриффитс давно знает по именам и адресам. Вернее, холодным палаткам, где ютятся дети. Думаю, мы подождем доктора, который посмотрит, что с тобой. Пока не уверена, придет ли он. 15-летний Мохаммед долго ждал сегодняшнего решения премьера. В Британии у него дядя и брат. Возможно, мальчик и сам скоро окажется рядом с ними и под присмотром взрослых. Я разыскала 150-200 детей, чьи семьи живут в Британии, и они имеют легальное право просить убежище именно там. Количество детей, которые путешествуют в одиночку или теряют родителей по дороге в Европу, угрожающе велико. Как бы трогательно не выглядела их борьба со строгими пограничниками. Нынешней зимой лопнуло терпение у Швеции. И министр внутренних дел этой страны заявил, выдворит 80 тысяч человек, прибывших в поисках убежища. Страна не справляется с потоками и уже отказывает 45% беженцев. Но финальной точкой стала история о 15-летнем подростке, который зарезал девушку-волонтера. В прошлом году около 160 тысяч человек попросили убежище. Это самый высокий показатель за всю историю. Относительно населения Швеции, это самый высокий показатель в ЕС. Конечно, сирийцам, которые бегут от войны, мы отказывать не будем. Но есть и другие категории мигрантов. Каждое дело рассматривается индивидуально. Ангела Меркель собирает региональных лидеров, чтобы обсудить проблемы защиты границ. Но некоторые беженцы и сами решили покинуть казавшуюся благополучной Германию. Билет до Ирака в одну сторону. Таков итог их мытарств. Я приехал сюда строить будущее, но получил только невыполненные обещания, никакого вида на жительство или права работать. Есть было нечего, я постоянно чувствовал унижение. Когда самолет приземлится в Багдаде, поцелую землю. Хотя в сам ЕС стремится гораздо больше мигрантов. Печальные сводки с греческих берегов. Там вновь погибли люди, как минимум 24 человека. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Ситуация на востоке Украины остается очень нестабильной. Но тем не менее пора садиться за стол переговоров. Об этом сегодня на пресс-конференции штаб-квартире НАТО заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Подробнее София Гордиенко. Это был отчет за 2015 год. И, конечно, тема Украины в нем прошла красной нитью. События на восточных границах ЕС заставили Североатлантический альянс, который в последние годы вел очень спокойное существование, мобилизироваться и укрепиться по всем рубежам. Фактически впервые после окончания холодной войны. Предыдущий год показал, как безопасность за рубежом может прямо влиять на безопасность в нашем доме. Мы видели это на примере брутальных террористических атак или мощнейшего мигрантского кризиса со времен Второй мировой войны или в продолжениях российских акций в Украине. Для Украины ничего нового в том, что сказал Столтенберг, нет. Хрупкий мир на Донбассе надо поддерживать всеми силами, выполняя условия Минска-2. НАТО продолжит помогать нашей стране техникой, оборудованием и обучением специалистов. Что касается России, то генсекретарь альянса допускает в скором времени начало диалога в виде саммита Россия-НАТО. Мы никогда не прекращали работу Совета Россия-НАТО, но сейчас считаем, настало время рассмотреть возможность провести встречу. Окончательное решение пока не принято. Мы обсудим это с российской делегацией при НАТО и определим сроки встречи. Кстати, Столтенберг также заявил, за последние два года самолеты союзных войск 400 раз поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, которые летали у границ альянса. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интербрюссель. Из межигорских погребов. Евгений Чичваркин, беглый бизнесмен из России, похвастал новым алкогольным трофеем. На своей странице в Фейсбуке написал, что приобрел элитный коньяк, который принадлежал раньше бывшему президенту Украины Януковичу. Владелец свиного магазина в Лондоне указал даже цену коньяка «Шато де Монтифо» – 1850 фунтов стерлингов. Ранее Чичваркин сообщал, что по меньшей мере две бутылки элитного алкоголя из музея Межигорье были украдены и перепроданы в Лондоне. Валютные ипотечники выходят на улицы Москвы, перекрывают дороги, а также берут штурмом офисы банков. Все подробности расскажет Данил Русаков. Двое участников стихийного пикета в центре Москвы задержаны. Манифестанты попытались даже перекрыть одну из центральных улиц города – Тверскую. На СИРАС митинговать вышли заемщики валютной ипотеки. За изменившегося курса рубля акции социального протеста здесь проводят регулярно. Те, кто прогорел на валютном кредите, тоже выходят не впервые. Только сейчас решимости у манифестантов много. Недовольные улицами решили себя не ограничивать. Часть возмущенных заемщиков ворвалась в офисы банков. Мы загнаны в угол, понимаете? Это не мы здесь собрали, нас здесь собрали. Нам, извините, съездить уже скоро нечего будет. Доллар еще прыгнет? Ну и что хорошего будет? Ничего хорошего не будет. Нам деваться некуда. Соглашаться и прозепать следующие 15 лет. Ситуацию с нарастающими протестами прокомментировали и в Кремле. В эфире «Эхо Москвы» Песков сообщил, что ситуация тяжелая и помочь пострадавшим никак не могут. Цитирую. Говорит, что существуют какие-то готовые рецепты решения этой проблемы, к сожалению, не представляется пока возможным. Конец цитаты. И почти синхронно в Госдуме предложили лишать имущества тех, кто обвиняется в участии в массовых беспорядках. Хотя ипотечникам эту статью пока никто не предъявлял. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Дебаты без лидера. Трампа изо всех сил уговаривают согласиться все же на дебаты перед первыми и очень важными праймерис. Интересно, что он ответил. Но и Хилари Клинтон тем временем уже подыскивает будущее место работы для нынешнего президента Обамы. Обо всем подробнее наш собственный корреспондент США Тихон Зятком. Дональд Трамп стоит на своем. Он не будет участвовать в дебатах на канале Fox, несмотря на все уговоры. Причина. Трампу не нравится модератор дискуссии Меган Келли. Впрочем, наблюдатели считают, что это лишь повод. И на самом деле лидер республиканской гонки хочет в преддверии первых праймерис избежать острых вопросов. От оппонентов. Накануне все же принять участие в дебатах Трампа уговаривал известный журналист канала Fox Билл О'Райли. Но тщетно. Я не думаю, что ваш отказ от дебатов на пользу Америки. Избирателям по-прежнему нужно видеть вас и слышать ваши ответы на острые вопросы. Я не думаю, что вы правы. Канал Fox относится ко мне несправедливо. И я не уважаю модератора Меган Келли. Я выиграл все предыдущие дебаты. Так что лучше этот вечер проведу, собирая деньги для наших ветеранов на специальном мероприятии. По оценкам экспертов, из-за отказа от участия в дебатах Трамп вряд ли потеряет поддержку. Тем более, что он говорит, пока вы будете участвовать в очередных дебатах, я встречусь с героями-ветеранами. Его решение, впрочем, пытаются использовать оппоненты. Ближайший соперник Трампа в гонке, сенатор Тед Круз, обвиняет бизнесмена в трусости и призывает встретиться лицом к лицу. Если нежный Дональд так боится журналистов, то мы можем обойтись без модератора. Мы встретимся в ратуше с жителями Айовы. Трамп пригласит половину аудитории, и мы по очереди будем отвечать на вопросы жителей штата, которые будут голосовать в понедельник. Активная кампания в преддверии первых праймерис продолжается и у демократов. Оппонент Хиллари Клинтон, сенатор Берни Сандерс, накануне встретился с президентом Обамы один на один в овальном кабинете Белого дома. Впрочем, поддержку от американского лидера он не получил. То, что президент Обама и вице-президент Байден стараются делать, это быть максимально беспристрастными. Я знаю, что многие обсуждают интервью президента изданию «Политику», где он якобы высказывался в поддержку Клинтон. «Мне кажется, это не так. Он старается быть честным, и я думаю, так будет поступать и дальше». В интервью, о котором говорит Сандерс, Обама на днях действительно косвенно высказался в поддержку Клинтон, отметив, что она в состоянии управлять страной. Хиллари поблагодарила президента за эти слова, а на встрече с избирателями в Айове поддержала идею одного из них назначить Обаму судьей Верховного суда. О своей победе на президентских выборах Клинтон по-прежнему говорит очень уверенно. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала «Интер». Легендарный физик Стивен Хокинг проиграл в шахматы. Селфи чуть не убило туристку в Индии. И почему канадские бизоны понимают украинский? Посмотрите в нашем обзоре. Бизоны канадской провинции Альберта хорошо понимают украинский язык. Вот как зовет их местный фермер, чтобы покормить. Животные, как по команде, выбегают из чащи и приступают к еде. Также беспрекословно выполняют и другие команды. В конце ролика человек, который снимает видео, называет бизонов украинскими. Сейчас в Альберте живут около 400 тысяч этнических украинцев. Видеодрифта по-бакински становится популярным в сети. Накануне улицы столицы Азербайджана сковал лед. К этому были не готовы коммунальщики и местные автолюбители. На ледяной дороге водители легковушек, внедорожников и рейсовых автобусов не смогли войти в поворот или хотя бы остановиться. Прохожие тоже валились с ног. Снегопад превратил статую госдеятеля Польши Якуба Вейхера в памятник Дарту Вейдеру. Первым это заметил журналист местной газеты. Далее идею подхватили пользователи соцсетей. Многие считают, как раз снежный плащ передал чиновнику 17 века сходство с главным злодеем киносаги «Звездные войны». Голливудский актер и сценарист Пол Радт обыграл в шахматы одного из лучших физиков современности Стивена Хокинга. Соперники играли в необычные квантовые шахматы. Это когда фигуры могут находиться одновременно на двух клетках. Такой вариант настольной игры придумал другой физик-теоретик Ричард Фейнман. Непонятно, действительно ли между Радом и Хокингом состоялась такая партия, или же они просто сняли видео, чтобы популяризировать игру. В Индии спасли туристку из Австрии после неудачного селфи. Женщина хотела сделать эффектную картинку, но провалилась в колодец. На ее крики прибежали местные мужчины, сделали веревку из своих рубашек и вытащили европейку. Туристка оделалась ссадинами и синяками. Ранее власти Мумбаи определили 15 мест в регионе, где съемка селфи особо опасна. Настоящий торт на свое 16-летие получила красная панда Чори из австралийского парка дикой природы. В придачу на десерт медведя угостили миксом любимых фруктов с молодыми побегами бамбука. Празднование дня рождения сотрудники парка засняли на видео. По человеческим меркам Чори исполнилось 64 года. Панда знаменита дружелюбным и веселым характером. На сегодня все, но вот завтрашний информационный марафон на Интере в это время будет в самом разгаре. Еще раз напомню, в эфир после каникул возвращается ток-шоу «Черное зеркало». Так что запланируйте вечер пятницы провести с нами, если, конечно, хотите узнать, что происходит в куларах парламента и кадмина, кто из министров, скорее всего, вылетит из кресла и за что, и кто сейчас стоит в очереди за портфелями. Поговорим о бюджете. Как долго еще страна будет жить со сбитой наспехсметой? Это не все темы. Вопросов к власти накопилось много и у вас, и у нас. Так что не пропустите «Черное зеркало» завтра ровно в 21.00. За час до этого не забудьте включить телевизор, посмотрите подробности, ну а потом уже перейдем к «Черному зеркалу». Всего доброго, прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин